Приветствую вас! То, что я увидел в вашем тексте, заставляет меня подумать о нескольких моментах. Момент первый. Это психологическая игра психиатрия, в которую вы, на мой взгляд, играете. Вместе с ней идет психологическая игра «Почему бы вам не, да, но», в которую вы тоже, на мой взгляд, играете. Эти игры психологические вам нужно изучить, они, на мой взгляд, отращают то, что с Фармер происходит сейчас. И, соответственно, из этих игр необходимо выходить. То есть нужно отслеживать, когда вы начинаете играть в ту или иную игру и пресекать свою роль в этом. Дальше. Вектор, который вам можно задать, это вектор на работу с чувствами, с ассоциациями, с, так сказать, вторым, третьим и так далее порядком мыслей по поводу того или иного. Потому что первые мысли, ну, первый порядок мыслей, это то, что наиболее выверено, это то, что принято, это то, что как положено, как должно быть и так далее, так далее, так далее. То есть, по сути, это мало чем отличается от книг. Вот. Работа с чувствами, работа с тем, что вы чувствуете и тогда, тогда вы поймёте, какие ваши истинные желания. Как, например, это делать? Достаточно легко. Достаточно легко. Нужно отслеживать, какие решения из той массы, что вы принимаете, вызывают в вас позитивную реакцию. Чем? Какие решения, которые вы принимаете, вызывают негативную реакцию. Чем? И книга «Практикум по гисталтерапии» вам в помощь, как работа над эмоциональным интеллектом, над повышением эмоционального интеллекта, низкий уровень которого является следствием того, что у вас происходят эмоциональные скачки. Вот. Далее. Далее. Ваши приоритеты и ценности. Это также очень важный наш момент. Вы говорите, значит, «Жить в мегаполисе владелец группы компаний, инновационных сферах деятельности, много денег, призвание успеха, но я не знаю, буду ли я кайфовать в процессе пути, либо это будет стресс для меня». Ответ довольно прост. Если вам нравится управлять, если вам нравится бизнес, если вам нравится заниматься тем, чем вы занимаетесь, то кайфовать от процесса вы будете. Если не будете кайфовать, то стоит подумать, насколько важен вам результат, а самое главное, как вы будете этот результат использовать. Если результат для вас сладен, если вы четко знаете, как будете использовать результат, то можно любой стресс, в принципе, потерпеть. Дальше. Находясь на вершине Олимпа, я не могу спрогнозировать, публичное соответственность богатства будет ли давать мне удовлетворение, либо стресс. А должны? Кто может знать, как он отреагирует на то, чего достигнет, пока с этим не столкнется? Человек-человек не гадалка. Прогнозировать вы не можете и не должны, но вы можете знать, от чего вы получаете удовольствие здесь и сейчас, и следить за этим вектором. Вектор такой, от чего вы получаете наибольшее наслаждение, не удовлетворение, а именно наслаждение в данный момент, от какого процесса. И вот этим процессом и нужно заниматься. Уехать на тропический остров или в деревню, спокойствие, никакой ответственности, скучно работаю, лень работать, наглаждаться природой хобби или депрессией через несколько лет и осознание бесцельно прожитых лет. Ну, а вы что, в деревню как в ссылку едете? То есть, если вам надоест, вы можете приехать. В идеале вам бы чередовать эти два полюса, скажем так. То есть, нужно бывать в мегаполисе, чтобы решать свои задачи, и нужно бывать в деревне, чтобы отдыхать, приходить к себе, вспоминать, кто вы, какой вы, какой вы и куда идете. Вот. У вас здесь как-то, знаете, слишком полярно отображены, на мой взгляд, эти цели. Вот. Вот так. В целом, все происходит из-за того, что вы не прислушиваете своим чувствам. С одной стороны, с другой стороны, играете в игру психиатра. То есть, вы акцентируете внимание на том, на чём не нужно акцентировать внимание, на том, на чём нет никакой необходимости акцентировать внимание, и не акцентируете абсолютно никакого внимания на том, на чём действительно нужно. Вот. У меня есть подозрение к твоему ответу, поэтому я, наверное, не буду рекомендовать вам индивидуальную работу, просто скажу, что, вот смотрите, вы пишите, на высокой частоте вдохновение, энергия тебя прёт, как будто вы сами себе не принадлежите в этот момент. Вот, то есть, расфокусировка, пренебрежение текущей деятельности, вот, значит, так, готовность перевернуть 18 градусов, как будто вы в этот момент себе не принадлежите. Далее, переброска на низкую частоту, соответственно, затухание, депрессию, да, скажем так, тоже как будто вы себе не принадлежите, то есть, ну, не происходит это само по себе. У всего есть причины, у всего есть стимул, у всего есть процесс. То, что вы это не замечаете, этого не замечаете. Это вообще другой вопрос, это нужно анализировать. Поэтому введите, введите, введите вот этот самый дневник, того, что вы сделали с однаком плюс, и того, что вы сделали с однаком минус, каждый день. Можете чувства свои записывать от того, что сделали. Так, в третий период ты на средних частотах переключаешь фокус на то, что тебе кажется, ты делаешь следующие, но в итоге из следующей частоты куда-то перебрас. Ну, полная безответственность, короче говоря. То есть, вы как будто себе не принадлежите. Вот. На эмоциональное состояние сильное влияние оказывает окружение, которое я сам сознательно формирую. Нет, скорее, бессознательно формируете, потому что окружение человека, как бы, отражает его ценовую. И часто человек сам не понимает, почему рядом с ним такие люди. Поэтому, если вы формируете окружение, то вы формируете его бессознательно, но на ваше эмоционально-энергетическое состояние влияет не окружение, а вы сами. Опять же, окружение это перенос ответственности себя на него. Так, скачки между частотами обусловлены либо тем, что я иду против своей природы, направив изначально не на ту волну, которую я потянул, либо подсознательное понимание, что не моё. Ну, моё-не моё, это, скорее, происходит исключительно из навыков, иногда из таланта, поэтому, на мой взгляд, это не то, на чём следует заострять внимание. Что касается против природы, то да, возможно, но это продиктовано какими-то чувствами, а чувством вы игнорируете свои. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok